Если бы так называемое парламентское большинство с таким бы упорством, с ожесточением даже, с которым сопротивляется сегодня распуску парламента, в прошлом году пыталась повысить эффективность управления санитарным кризисом, боролась бы с коррупцией, очищала бы государственный бюджет от воровских схем, то сегодня мы жили бы в другой стране, более здоровой и более богатой. На фоне достижений в кавычках правления Додона, а частью этого правления были демократы Филиппа и перебежчики из группировок Канду и Шора, то есть все те, которые сегодня выступают за так называемое полноправное правительство. Так вот, на фоне мнимых успехов этого правления аргументы типа необходимо лучше провести вакцинацию, поддержать бизнес, разблокировать отношения с международными партнерами звучат не просто фальшиво, они звучат подло. Подло, потому что, имея возможность, обладая всей полнотой власти, ПСРМ и союзники ничего из того, чем они сегодня так обеспокоены, не сделали. Именно они своими действиями привели к блокированию международного сотрудничества Молдовы. Именно эта власть палец о палец не ударила, чтобы каким-то образом компенсировать хотя бы частично потери экономических агентов, остановивших из-за пандемии свою деятельность. Именно эти люди так управляли санитарным кризисом, что Молдова прочно обосновалась среди мировых лидеров по уровню заражаемости и смертности населения. И в бюджет 2021 года именно эти хлопотливые доброходы не заложили ни одного Лея на закупку вакцин. При этом высшее руководство страны, включая президента Додона и премьера Кику, давало самые вызывающие примеры антисоциального поведения. Додон, не соблюдая санитарных антиэпидемиологических норм, ездил по всей стране, встречался с тысячами людей, а премьер Кику в условиях запрета на проведение массовых, в том числе семейных празднеств в разгар пандемии устраивает свадьбу сына. Сегодня эти люди требуют полноправного правительства для того, чтобы оно за 2-3 месяца решило задачи, которые они же, эти люди имея в 2020 году полноправное правительство, не решили за целый год. Повторяю, в этот кабинет пытаются пролезть и демократы, шоровцы и всякие заслуженные перебежчики из расплодившихся платформ. Может кто-то сказать, приводя аргументы, какой такой бесценной экспертизой обладают все эти люди? Экспертизой, опытом, репутацией, авторитетами и связями, которые в 2-3 месяца их правления в составе полноправного правительства произведут в Молдове чудо. Я знаю, что у этих людей есть другой опыт. Они работали не покладая рук, помогая главному мафиози страны брать под контроль институты государственной власти, грабить публичные деньги и избегать наказания. При этом все они набивали собственные карманы. Теперь эти люди хотят нас более эффективно вакцинировать. Спасибо не надо. Во время пандемии нельзя проводить выборы. Этот аргумент слышишь на каждом шагу. Конечно, лучше проводить выборы не во время пандемии. Но пандемия не может быть оправданием продолжения воровства и подрыва демократических устоев страны. Тем более тогда, когда люди уже попросили тебя на выход. Не выдерживает критики и аргумент повышения темпов заражаемости во время кампании. Сегодня один день пользования кишиневцами общественным транспортом дает большую заражаемость, чем может дать вся предвыборная кампания по всей стране. Кампания по избранию депутатов Народного собрания ГГУ ЗИ ни у кого из сторонников так называемого полноправного правительства не вызывает замечаний. Оно и понятно, эта кампания не затрагивает их личных и партийных интересов. Тут не лишний будет привести пример из опыта других стран. За последние два года Израиль, занимающий первое место в мире по уровню вакцинации населения от COVID-19, провел уже четыре избирательные кампании по выборам в Кнезе, две из которых имели место в период пандемии – 2 марта 2020 года и 23 марта 2021 года. Ни у кого в этой стране даже мысли не возникло прикрыться эпидемией или другими такого же рода аргументами для того, чтобы не проводить выборы в условиях невозможности создания правительства. Отсутствие так называемого полноценного правительства не было преградой к успешному управлению санитарным кризисом и вакцинации населения. Повторяю, Израиль находится на первом месте в мире по темпам вакцинации и по преодолению пандемического кризиса. Значит, проблема не в заражаемости и не в отсутствии правительства. Проблема в том у нас, что те, кто сегодня выступает в Молдове за это пресловутое полноценное правительство, желают оставаться у власти, желают сохранить режим Плохотнюка без Плохотнюка. Посмотрите только на то, что вытворяют молдавские судьи. Это же сплошная круговая порука. Прокуроры не могут никого арестовать, даже имея все доказательства вины налицо. На свободе Уланов, Жордан, судья Тертья, пойманная на взятке в 11 тысяч долларов. И это только из самых свежих примеров. Для сохранения власти эти люди прикрываются парламентаризмом, который они же растоптали в предыдущие годы, санитарным кризисом, которым они не сумели управлять, помощью бизнесу, который они в 2020 году оставили на произвол судьбы. Осенью прошлого года подавляющее большинство молдавских избирателей проголосовало за антикоррупционную программу Майи Санду и за досрочные парламентские выборы, за другую власть, которая будет проводить другую политику. Сопротивляясь выборам, наши хлопотуны Дадон, Филипп, Канду, Шор и компания только усугубляют и санитарный кризис в стране, и кризис экономический, и кризис политический. Два слова, если позволите, о деньгах для выборов, о тех 120 миллионах леев, за которые Дадон пригрозил не голосовать, потому что, по словам Дадона, деньги нужны на вакцины, а не на выборы. Про то, что правительство и большинство Дадона не лея не предусмотрело на закупку вакцин, я уже говорил. Так что за ректификацию бюджета придется голосовать в любом случае. А вот на что денег хватит, а на что не хватит, хочу сказать следующее. Деньги в стране есть, и их хватит на все. На вакцины, на выборы, потому что все это одинаково важно. Проблема, однако, в том, что ежегодно через коррупционные схемы из публичных денег в карман высокопоставленных воров уходит около миллиарда евро. Ежегодно миллиард. Пусть Игорь Дадон нам скажет, почему так называемое парламентское большинство не поменяет законодательство? А это бюджет и налоговая политика, согласно которому только по схемам по сигаретам в карман Андронаки Никифорчука уходят миллионы народных денег ежемесячно. Ведь все просто, нет? Введи поправки в бюджет, останови грабеж, и появятся деньги и на вакцины, и на выборы. На этот простой вопрос Игорь Дадон может ответить. Менее года назад, в июне 2020 года, вся фракция ПСРМ по инициативе ДПМ проголосовала в парламенте декларацию, осуждающую политическую коррупцию, политических перебежчиков, взяв на себя при всем честном народе обязательство не голосовать за правительство вместе с этими самыми перебежчиками, с политическими проститутками. Сегодня именно с заслуженными перебежчиками или другими словами проститутками Молдовы ПСРМ сколотило большинство в парламенте и приняло опять при всем честном народе декларацию о недопустимости выборов и необходимости создания так называемого полноценного правительства. Я таким политикам не то что вакцинацию проводить, тротуар перед парламентом не доверил бы нести. Я далек от мысли, что досрочный выбор это панацея от всех бед. Это не так. Но выборы в сложившейся ситуации это необходимые условия для начала перемен к лучшему в Молдове. В том числе для более эффективного управления санитарным и прочими многочисленными кризисами в нашей стране. Это начало тяжелой работы по приведению страны в порядок.